Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, родиной плова считается Индия. Оттуда, с древних-древних времен, через Иран, плов распространился по всему миру. И поистине стал народным таким вот блюдом, которое действительно объединяет целые народы и страны. Но ближневосточный плов отличается от привычного нам по приготовлению. Поэтому, именно поэтому мы сегодня готовим ихний плов. Приглашаю всех, не переключайтесь, будет интересно и очень вкусно. Для рецепта нам понадобится куриное мясо, здесь у меня курица, возьму не все, грудку и бедра. Рис 500 грамм, один болгарский перец, пару свежих помидор, луковица большая, 3 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, соль, чайная ложка. И вот специи, друзья. Здесь у меня гранулированный чеснок, чайная ложка, треть чайной ложки молотого кардамона, орегано, чайная ложка, паприки тоже полная чайная ложка. И по одной трети получается имбирь молотый и корица, очень ароматный. А для остроты возьмем вот такой, засушенный перец халапенья. Вот столько мяса нам понадобится и теперь режем вот на такие куски, покажу вам на грудке. Вот так, вот так, вот такие, достаточно большие. Теперь кусочки мяса, вот так вот специи перемешаю, кусочки мяса надо обвалять, так это назовем, в наших специях. Отправляем в чашку и вот так вот буду даже пересыпать, чтобы потом легче было перемешать. Еще партия, интересно, и остатки, все до капельки. Каждый кусочек, чтобы был у нас в специях, отлично. В небольшом количестве масла, здесь у меня ложки 4 столовые, обжариваем курочку до золотистого цвета. Лучок режем мелким кубиком. Обжариваем быстро до полуготовности, нам не надо, чтобы мясо приготовилось полностью. Вытаскиваем отдельно на тарелку и в этом же масле обжариваем лук до мягкости. Готовим остальные овощи. Перец нарезаем кубиком. Чеснок измельчаем. Ну и теперь очередь острого перчика. Слегка придавим и вот так вот прям покрошим. Сегодня, наверное, вот этого будет достаточно. Отправляю это все к чесночку. Лук зазолотился и сейчас самое время добавить соль и чеснок с острым перцем. Обжариваем буквально минутку и добавляем перчик. Сколько цвета, сколько аромата. Обжариваем минутки 3, перец быстро готовится. А в это время нарежем помидоры. Такими же кубиками, как и перчик. Вот так. Красота. Добавляем помидоры и обжариваем минутку. Ну вот мы на финише. Возвращаем сюда мясо. Отлично. Добавляем зелень. Я ее порезал. Хорошо перемешиваем. Ух ты! Уже очень аппетитно. И ароматы. И теперь засыпаем рис. Я для этого плова взял сорт джасмин. А вы можете взять свой любимый сорт. Отлично. Перемешиваем. И заливаем водой буквально на 1 сантиметр выше. Вот так. Хорошо, чтобы все отлично выровняли. Даем плову интенсивно закипеть. Убавляем до минимума, чтобы прям еле-еле кипел. Закрываем крышкой и даем свариться рису. Жасмин варится 15 минут. Вы ориентируйтесь по своему рису. Друзья, ну смотрите, как все здорово получилось. Рис вообще шикарный. Рисенка к рисенке. Обязательно используйте эту смесь специй. Я пробовал. Ммм, это что-то очень вкусно. Овощи, рис, мясо. Объедение. Плов великолепен. Друзья, сколько видов разного плова. И весь он вкусный. Обязательно пробуйте, готовьте разные. Порадуйте себя, побалуйте. Потому что такое море вкусов. Их надо обязательно попробовать в своей жизни. Из-за того, что мы курицу не готовили вместе с овощами, а вытащили чуть пораньше, она получилась сочная. Вот такие мелочи и делают блюда. Вообще шикарно получилось. Еще раз вам говорю. Обязательно пробуйте, готовьте. Ну, а я с вами распрощаюсь. До скорого. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok